Всем привет и добро пожаловать обратно. И прежде чем мы закончим с беспроводной атакой методом перебора, позвольте мне просто показать вам еще один инструмент, который вы можете использовать для создания списка паролей, указанного для одного человека. В предыдущей истории я покажу тебе, как создать список паролей с помощью Crunch, который предустановлен в Colvinax. И прямо сейчас мы будем использовать инструмент, который не предустановлен в Colvinax, поэтому нам придется загрузить его из репозитория GitHub. Теперь открой свой Firefox, и я полагаю, что программа называется CapVis2Pis, и мы можем скачать ее с GitHub. Так что давай просто наберем прямо здесь CapGitHub. Надеюсь, это всплывет. Давай просто посмотрим прямо здесь. Это используемая программа на Python, которая в основном просто задает вам кучу вопросов, а затем создает список паролей для ответов, которые вы указали в этих вопросах. Так вот он, пирог с кубками. Это один из распространенных профилировщиков паролей пользователей. Нажми на это, и мы уже знаем, как загрузить нашу программу GitHub. Так что мы просто копируем ссылку и получаем ее клонирование. Так вот оно что. Давай скопируем эту ссылку прямо здесь. Мы можем закрыть это прямо сейчас. Давай сменим наш каталог. Хорошо, мы находимся в корневом каталоге. Позволь мне увеличить это, просмотреть это и увеличить, и мы продолжим клонировать. Тогда вставь название этой программы. Точка получи. Это закончится через несколько секунд. Вот оно. Это уже сделано. А теперь, если мы пройдем прямо здесь, у нас там будет установлена программа Cap. Так что давай сменим каталог на нашу программу, и мы сможем посмотреть. Мы в основном получаем файл Cap.zip.py и тестируем файл Cap.py. Теперь я верю, что тест с этим файлом.py в основном просто проверяет, есть ли что-нибудь, что тебе нужно загрузить. Прежде чем ты запустишь эту программу, выбери раздел, который ты хочешь скачать. Не проверяй, если... Дай мне просто посмотреть, что здесь написано. Файл, с которого мы будем загружены... Хорошо, мы хотим скачать. О, он уже загружает его. Хорошо, спасаю словарь. Хорошо. Так что теперь, если запустить его снова, все должно быть в порядке или не должно быть на самом деле. Не совсем понимаю, почему это побуждает нас к этому, но я уже думаю, что нам нужно это сделать. Так давай просто запустим саму программу. Если мы не услышим Cap.py, ты увидишь, что у него есть некоторые доступные варианты. Это не такая уж сложная программа. Что мы хотим сделать прямо здесь, так это то, что мы хотим работать в интерактивном режиме. Какой это вариант прямо здесь или просто минус я? Итак, интерактивные вопросы для профилирования пароля пользователя. Значит, мы хотим это сделать. Давай создадим очистку экрана, чтобы поставить точку P, а затем минус E. Ты увидишь, что он не будет печатать доступные варианты. На самом деле прямо сейчас будут напечатаны некоторые вопросы, и прямо здесь написано. Ставьте информацию о жертве, чтобы составить словарь. Если ты не знаешь все информации, просто нажми ввод, когда тебя спросят. Итак, первое имя. Давай предположим, что первого зовут я не знаю Джона. Это задает много вопросов, так что мы просто уточним прямо здесь. Давай предположим, что прозвище тоже Джон. О нет, давай на самом деле скажем, что Джо — это прозвище. На самом деле это не имеет значения. День рождения будет днем. Давай скажем 0, 0, затем 0, 6, а затем 1, 1, 1, 1, 9. Имени твоего партнера мы не знаем. Давай назовем его ником. Дату рождения партнера мы не знаем. Ребенка зовут Джош. Она на самом деле не имеет значения. Ты можешь просто указать все эти параметры, если хочешь. Я просто нажму ввод прямо здесь, чтобы мы не тратили наше время впустую, для того чтобы продолжить ввод пароля. На этот раз мы хотим добавить несколько ключевых слов о жертве. Допустим, мы хотим добавить некоторые ключевые слова. Пожалуйста, веди слова, так что давай скажем. Допустим, мы хотим ввести, например, хакер, затем запятую вай фай и точку доступа через запятую. Итак, чтобы добавить специальные символы в конце слов, допустим, мы хотим добавить несколько случайных чисел в конце слов. Мы также хотим добавить несколько случайных чисел. Ведущий режим. Да, нет. Давай скажем нет прямо здесь и сейчас. Режим подсветки в основном означает, что он будет печатать только. В нем будет использоваться сочетание слов и цифр. Например, 4 это а, 1 это я и так далее, и так далее. И мы видим, что он закончил составлять наш список паролей, и это принимающий каталог для john.t.xd. Количество паролей составляет 19000, что на самом деле не так уж много, если мы посмотрим на него. Я не совсем уверен, почему это там, где это написано. Скажи прямо джону в txt. Вот оно, так оно и есть в этом каталоге. Если мы поймаем Джона в txt, ты увидишь, что он использовал некоторые цифры, потому что мы сказали использовать цифры в конце. Он также использовал имя Wi-Fi. В конце также используются специальные символы, и если мы прокрутим вверх, то увидим Дина. Это дата, когда он родился. Мне кажется, я указал эту дату или что-то в этом роде. По сути, он просто пробует и все другие комбинации. Мы видим обратное. Джон также используется прямо здесь с кучей персонажей, таких как Джош Джон. Просто Джош. А потом у нас есть имя Джо, а затем Джон, тоже с некоторыми символами и цифрами. А теперь дай мне посмотреть, что еще у нас здесь есть. Или, по сути, это было бы примерно так. Поменял местами Джоша, а затем хакера, потому что мы также указали это в слове Wi-Fi. И в основном это просто смесь всех вещей, которые мы указали в нашем процессе составления этого списка паролей. Теперь, если вы сделали обычный пропуск для этого, чтобы вы действительно указали правильную информацию, теперь вы можете использовать его, например, для атаки на беспроводную связь. Или фактически атаковать любую другую учетную запись в социальных сетях, или что угодно, что вы хотите, с помощью этого пропуска для списка. Но это указано только для одного человека, так что это будет примерно так. для этого урока. Я просто хотел показать тебе, что существуют подобные программы, которые создадут для тебя список паролей, чтобы ты мог использовать их, если они тебе понадобятся. Я действительно не думаю, что они нам понадобятся на будущих лекциях, но приятно знать, что они существуют, и мы продолжим взламывать на следующих лекциях, и надеемся, что я увижу тебя там и позабочусь. Теперь следующая вещь, которую я хочу тебе показать, тоже очень важна, а именно то, как ты можешь на самом деле ускорить свой процесс взлома еще быстрее, чем мы делали раньше. Теперь ты помнишь, что на самом деле у нас было всего около 350 паролей на второе место на нашей машине Кэл Линукс с нашим процессором, а на моем ноутбуке у нас было около 4000 паролей на второе место с JIS процессором. Сейчас скорость графического процессора составляла около 100 тысяч проходов в секунду, но мы можем даже ускорить это, если захотим, намного быстрее. Так что открой свой терминал. В настоящее время я использую Кэл Линукс, но я переключусь на свой ноутбук, когда мне нужно будет тебе что-то показать. Но прямо сейчас то, что я хочу сделать, это на самом деле найти наше рукопожатие, которое мы запечатлели. Это в папке рукопожатие. Как мы видим, это прямо здесь. Отсканируй шапку с нулевой точкой. И у нас также есть текстовый файл паролей. Дай мне просто посмотреть, что это за список паролей. Это список паролей, которые мы создали с помощью Crunch. Хорошо, теперь я хочу показать тебе в основном, как ты можешь создать радужную таблицу из своего списка паролей. А что такое радужный стол? Ну, по сути, радужные таблицы — это огромные наборы предварительно вычисленных таблиц, заполненных хешированными значениями, которые предварительно сопоставляются с возможными паролями открытого текста. Теперь это позволяет нам взламывать пароли еще быстрее. По сути, это позволяет хакерам отменить функцию хеширования и определить, каким может быть обычный текстовый пароль. Так давай же, позволь мне показать тебе, как мы на самом деле можем создать радужный стол. Это может занять некоторое время, поэтому я найду на GitHub список паролей, который не превышает 100 тысяч паролей на второй, так что это не займет много времени для создания. Позволь мне просто открыть свой Firefox, и я просто поищу список паролей GitHub и посмотрим, сколько их. И давай посмотрим, что мы на самом деле можем найти на GitHub. Может быть, мы сможем найти хороший список паролей, которые мы могли бы использовать для этого. Ты можешь использовать любой пароль, который захочешь, если захочешь. Например, ты можешь использовать список паролей Rocket TXT. В принципе, это может быть любой список паролей, который ты хочешь, но это зависит от обстоятельств. Чем больше пароль, тем больше времени потребуется для создания радужной таблицы. Так что позволь мне просто найти прямо здесь, за пределами списка. Давай начнем со ста тысяч. Подожди, пока это откроется. Тогда мы продолжим клонировать этот сайт. У него сто тысяч паролей. Так давай просто клонируем эту копию. Тогда зайди в наш терминал в нашей папке рукопожатия и набери JIT-клоун и вставь файл. Так что теперь, когда мы загружаем это, там написано, что фатальный репозиторий не найден. Ну, это прискорбно, но есть еще одна вещь, которую мы можем сделать. Мы можем перейти в раздел RAW прямо здесь, и он должен загрузить страницу в основном со всеми паролями, и мы просто выберем их все. Просто мой Firefox в настоящее время немного медленный. Мы могли бы использовать меньший список паролей, если бы захотели, и в принципе мы так и сделаем, если это не захочет справиться само по себе. Но на самом деле нет никакого смысла создавать радужную таблицу из списка паролей, размер которого не превышает один миллион паролей. Теперь я использую сто тысяч паролей, так что это не займет слишком много времени. Дай мне посмотреть, что с этим происходит. В данный момент он что-то загружает. Не совсем уверен, что он загружает. Ты знаешь, что в принципе все в порядке, все закончилось. Так что давай скопируем все пароли прямо здесь, и позволим мне на ноу передать .txt, и я в основном вставлю все пароли, которые я только что скопировал. Теперь, поскольку это виртуальная машина, она вероятно будет немного отставать, но как только она закончится, мы сможем продолжить работу с ней. Ну, не бери в голову, что это тебе понравилось. Я просто воспользуюсь списком паролей, которые у меня уже есть прямо здесь. Так, или позвольте мне просто создать новый с помощью Crunch, который содержит не менее восьми символов. И давайте вставим его, например, в файл .txt. Теперь, поскольку это один терабайт, я действительно не буду вставлять весь список паролей. Я в основном буду контролировать C достаточно скоро, так что позволь мне просто контролировать C прямо сейчас. И в принципе в файле .txt у нас должно быть хотя бы несколько паролей. Я думаю, что здесь есть около миллиона паролей, и этого более чем достаточно. Я покажу тебе, как ты можешь создать радужную таблицу сейчас с этим паролем. Так что позволь мне просто удалить те, которые нам не нужны. Так что передай .txt, .save, и нам не нужны пароли. .txt, и давайте на самом деле переименуем файл .txt в пароле .txt, чтобы вы на самом деле не запутались прямо здесь. Так что это единственные две вещи, которые нам нужны, список паролей и файл .cap, который мы поймали по ширине рукопожатия. Итак, инструмент, который мы будем использовать, называется Aerobe. Давай просто наберем минус-минус справка, чтобы увидеть наши доступные варианты. Теперь, как мы можем видеть прямо здесь, есть несколько вариантов. Один из них, SQL, статистика проверки чистого дебата. Мы будем использовать большинство из них, так как нам нужно импортировать пацифиста, и нам также нужно импортировать .esid, который является просто названием нашей точки доступа. Теперь, чтобы импортировать .esid, тебе в основном нужно создать простой текстовый файл. Так что ты просто назови это nano.esid.txt. И что тебе нужно сделать прямо сейчас? Так это просто найти свою жизненно важную точку доступа и посмотреть, как она называется для моего. Так что для моей точки доступа это в основном вот это. Поэтому я просто вставлю имя моей точки беспроводного доступа в этот файл. Теперь я управляю O, Enter, а затем Ctrl-C или Podermic, Ctrl-X для выхода. И ты можешь увидеть это в этой папке. В этом файле у меня есть только название моей точки беспроводного доступа. Теперь, когда ты сделал это, мы можем начать использовать инструмент ARA, MinusIn. Итак, первое, что нам нужно сделать прямо здесь, это в основном создать саму радужную таблицу и импортировать в нее .esid. Теперь, как мы это сделаем? Мы делаем это с R-Lab, MinusNG. Теперь после этого ты указываешь название своей радужной таблицы. Ты можешь называть это как хочешь. Я просто назову это радужным столом. Или давай просто сделаем все буквы поменьше. А потом ты хочешь минус-минус импортировать, а затем импортировать идентификатор S. И в основном после этого тебе нужно указать имя наших файлов, которое является только идентификатором ES. Так что просто набери здесь импорт tsid, а затем имя файла, которое будет ssid.dxd. Теперь, как только ты это сделаешь, ты можешь нажать ввод, и ты увидишь, что он завершится относительно быстро, так как мы импортируем только одно слово. Следующее, что ты хочешь сделать, это импортировать список паролей. Теперь мы импортируем список паролей с помощью аналогичной команды. Так что набери свой гелий MinusNG. Тогда ты указываешь название своей радужной таблицы, как бы ты ее ни назвал. Тогда ты указываешь минус, минус или тире. Импортируй пароль WD, и после пароля WD тебе нужно указать список паролей, которые ты используешь. В моем случае это пропуск txt. Так что, как только ты это сделаешь, просто нажми Enter, и он прочитает все пароли из файла, и импортирует их в таблицу Rainbow. Теперь мы можем видеть прямо здесь, сколько паролей в моем файле, так что уже больше миллиона. Надеюсь, это скоро прекратится. Я должен был увидеть это немного раньше, так что у нас не так много паролей, но это не имеет значения. Загрузка процесса не займет слишком много времени. Это займет слишком много времени, если вы используете огромный список паролей, следующей командой будет пакет минус, минус или тире, так как он будет импортировать и будет хэшировать все ключи общего доступа. Или все пароли из обычного текста в хэшированные версии, чтобы он мог сравнивать их быстрее, как только вы запустите нападение. Теперь мы видим, что у нас работает более пяти, что мы читаем более пяти миллионов паролей, но это всего лишь пароли в виде обычного текста. После этого он вычислит эти пароли в хэшированную версию этих паролей. Так, давай посмотрим, сколько времени это займет. Скоро это будет уже более семи миллионов. Теперь это тоже будет продолжаться. Весь этот процесс также пройдет намного быстрее, если у вас будет более мощная вертикальная машина, или в основном, если вы используете это на своем основном компьютере. Я помню, что на своем ноутбуке я сделал то же самое несколько минут назад с Rainbow и со списком паролей Rocky.txt, который составляет около 14 миллионов. И этот процесс импорта списка паролей прямо здесь занял много времени. На обработку этих строк, которые он читает, ушло намного меньше времени, чем на эти 10 миллионов паролей прямо здесь. Но я просто подожду, пока это закончится, и я перезвоню тебе, как только это произойдет. Ну, это заняло намного больше времени. Я в основном контролирую C этим, так как он прошел более 20 миллионов паролей. Нет необходимости ждать этого. И ты можешь прямо сейчас увидеть, если твой импорт или список паролей завершен, что у тебя будет файл с именем Rainbow Table, если ты назовешь его так. Теперь, что ты можешь с этим сделать? В принципе, ты можешь проверить статистику, которая есть в AeroLips. Так что просто набери свою радужную таблицу, минус-минус статистика. И здесь мы видим, что есть один. И после того, как это закончится здесь, мы увидим, что есть один идентификатор S, который мы указали с помощью этой команды прямо здесь. Однажды мы импортировали имя нашей точки беспроводного доступа, и в базе данных также есть 20 миллионов паролей. Теперь вычислен 0 из 20 миллионов возможных комбинаций. Итак, то, что мы хотим сделать прямо сейчас, это выполнить команду под названием минус-минус пакет. Теперь эта команда вычислит эти пароли, и из 20 миллионов вычисленных допустимых комбинаций, больше не будет нуля. Так как же нам это сделать? Ну, мы запускаем AeroLips. Ну, минус-CVG так, а затем минус-минус партия. Так что, как только ты сделаешь это в принципе, или позволь мне просто добавить название таблицы Rainbow, или это не сработает. Так назови свою радужную таблицу, а затем минус-минус партия. И когда ты позволишь этому начаться, этот процесс займет больше времени из всех предыдущих процессов, поскольку он в основном должен вычислять все пароли в этой радужной таблице. Теперь я не буду ждать, пока он вычислит 20 миллионов паролей, так как это займет около недели. Я в основном позволю вычислить несколько паролей, или в основном первую десятку, или 20 тысяч, или что-то в этом роде. А затем после этого наш контроль увидит эту программу, и мы запустим атаку с помощью нашей программы Aircrack. Если ты используешь меньший список паролей, ты можешь подождать, пока он закончит вычислять его. В принципе, тот факт, что процесс вычислений зависит от вашего основного оборудования. Итак, как вы можете видеть прямо здесь, он вычисляет около 10 тысяч паролей за 45 секунд, в то время как, как и на моем ноутбуке, он вычисляет, я полагаю, около 100 тысяч паролей за 45 секунд. Так что, повторяю, это виртуальная машина, поэтому она такая медленная. Если ты используешь меньший список паролей, это не займет так много времени, чтобы закончить. Но после этого, как только на компьютерах будет около 20 тысяч паролей, вы увидите, насколько быстрее будет работать программа Aircrack. По сравнению с предыдущей атакой, которую мы провели, когда удалось только угадать, около 350 ключей на второй, в то время как сейчас я считаю, что это число вырастет более чем на 2 или 3 тысячи. Сейчас мы посмотрим. Позволь мне просто сказать, что это может быть даже больше, чем это. Так пусть она просто посмотрит эту программу, как только она достигнет 25 тысяч. Так что контролируй C прямо сейчас. Давай просто не совсем понимаем, почему я не могу контролировать это. Хорошо. Вот оно. Мы закрыли это. И теперь, если мы запустим статистику прямо здесь, она скажет, что было вычислено 25 тысяч из 20 миллионов возможных комбинаций, что составляет около 0,0 процента. Так что давай просто позволим мне просто показать тебе, что ты тоже можешь, или что ты тоже можешь сделать с помощью этого инструмента, который является минусом MG. Ты в принципе можешь сделать губу со стрелкой. Ты можешь в принципе выполнять запросы SQL к базе данных, или к своей таблице Rainbow с помощью минус-минус SQL, а затем указать запрос SQL, который ты хочешь использовать. Теперь мы рассмотрим основы SQL, так что ты должен знать, что, например, это означает. Так что выбирай начать с SID. По сути, он выберет идентификатор S, который мы импортировали в нашу радужную таблицу. Ты также можешь выбрать все из паролей, но я считаю, что это займет намного больше времени, так как в нашем списке паролей много паролей. Теперь я буду контролировать это, если смогу. Хорошо, вот оно. Ты также можешь выбрать все приватные ключи общего доступа, или в основном, свои зашифрованные версии пароля с помощью этой команды. Так что прямо сейчас ты можешь видеть, что прямо здесь печатается куча случайных символов. Это в основном ваши предварительно вычисленные пароли, которые он вынашивал в процессе, когда мы запускали значок минус-минус. Теперь после того, как мы это сделаем, мы хотим выполнить только еще одну команду, прежде чем начнем атаку, которая называется AiroLib. Минус NG, затем название нашей радужной таблицы, а затем минус-минус очистить все. Теперь это очистит все ненужные вещи в нашей радужной таблице и, возможно, заставит ее работать еще быстрее.